Ребят, всем привет! Продолжаем серию видео по Armored Warfare. Сегодня у нас обзор на такую технику, как JALA S2S14. Это премиальная техника под класс в игре Истребитель Танков, что дает нам дополнительный урон при полном сведении. Техника стоит 1000 золотых монет внутриигровых, что на реальные деньги, ну если брать российские рубли, то это 200 рублей, то есть 100 рублей 500 монет на данный момент. В принципе, машина мне очень понравилась. Ну как я уже говорил в предыдущем видео, в обзоре на всю премиальную технику, машина требует скилла. Новичку брать ее не стоит, потому что, мне кажется, играть на ней нужно уметь, нужно знать карты, нужно знать места, нычки, нужно знать проходы для безопасного засвета, нужно знать горочки, с которых можно простреливать практически большую часть карты, так как машина является снайпером, так скажем, машиноподдержки светиться нам ни в коем случае нельзя. Ну и новичку сходу овладеть данной машиной, мне кажется, будет сложно. К тому же у нас довольно-таки слабо пробитие 164 миллиметра, пробитие бронебойными снарядами. Это очень низкий показатель, если учитывать, что мы воюем на четвертом уровне, то есть нам будет встречаться Т-64, Т-72 по большей степени. И пробить тот же Т-64 в уязвимые места новичку сходу, мне кажется, сложно. Да, НЛД пробить, мне кажется, о пробитии НЛД практически каждый знает, но не всегда НЛД нам поддается. Небольшой ромб, небольшой градус по отношению к нашему орудию, и уже НЛД мы взять не можем. Ну, а про паттерн я вообще молчу, там все очень сложно. Ну, если вкратце, конечно, так можно пройтись по технике. По технике рассказать, куда можно пробивать. Паттерн, естественно, нижний бронелист, если он стоит к нам лбом под хорошим углом, то есть не ромбует, ничего такого. И башенка командира. Башенка командира, кстати, в целом проходит часто с полным уроном. Не знаешь почему, но жало С почему-то с полным уроном пробивает. Далее, Т-72, ну, тут все сложно. Нижний бронелист часто не поддается, в орудие стрелять не стоит, маску орудия мы не пробиваем, и к тому же это дело все поправили. В погон башни выцелить сложно с дальней дистанции, ну, а с ближней дистанции, это, естественно, борт и корма. Вот, далее, ну, Т-62, опять же-таки, нижний бронелист и борта. Все остальное, по идее, мы должны пробивать. Я имею в виду всякие лавы 150, и свингфайры, и прочее безобразие. Что касается игры на данной технике, как я ее вижу. Это машина, прежде всего, истребитель танков, и поэтому машина второй линии. Но, очень часто я, в принципе, являлся единственным, в кавычках, так скажем, светляком в команде, поэтому безопасные пути засвета тоже для нас. У нас очень хорошая динамика, скорость по шоссе практически до 90 км в час разгоняется машина. И поэтому грамотно подсветить, помочь команде тоже наша задача. Но, тем не менее, тем не менее, ворваться и светить в начале боя, то есть, лететь сломя голову, не стоит, так как встреча с любой техникой вражеской команды нашего уровня, или даже тот же БМП-1, если мы возьмем, закончится для нас плачевно. Конечно, все будет зависеть от скилла того игрока, который управляет данной техникой, но, в целом, если бы, допустим, я... Если бы у нас была дуэль БМП-1 против Жала-С, я бы на БМП-шке, думаю, затащил. Так, у БМП-шки неплохой все-таки коммунитив. У нас брони 10 мм, во лбу по бортам 8 мм. Пробьет у нас гарантированно. Перезарядка у него быстрее. У нас перезарядка 5 секунд. У БМП-шки... Не знаю, кстати, в новых реалиях, но в старом патче... Я просто не играл после патча. Не знаю, может, поменяли. Но в старом патче у нее перезарядка была 4,5. Там 4-4 с копейками. То есть он у нас тупо перестреляет. Вот. Ну, я уже молчу о автоматической пушке AMX-10P. То есть лезть на рожон и светиться нам не стоит. Лучше подождать, когда фронт устаканится. Ужидать и смотреть. Занимать позиции прострела. Горочки и так далее. И там подобное. Ну и в случае прорыва на каком-то участке фронта машина очень динамичная. Можно сменить участок фронта и помочь команде затащить. Что касается прокачивания экипажа. У нас, я так понимаю, стоит автомат заряжания у ЖАЛа С на базе БТР-70. И поэтому прокачать перезарядку мы ей не можем. Такой существенный недостаток. Мне порой очень часто не хватало. Буквально доли секунд, чтобы перестрелять тот же, я не знаю, БМД. БМД-1. Или там добрать танк. Потому что 5 секунд довольно-таки долго, если честно, на нашем уровне. Учитывая нашу альфу. Альфа у нас невелика. Порядка 300 единиц здоровья при полном сведении. Если мы стреляем в движение, это где-то 250-240-260 единиц урона. Что касается прокачивания экипажа. Ну, механику водителю, естественно, 20% точности стрельбы на ходу. И 10% к максимальной скорости. Ну, насчет этого перка... Тут уж можно выбирать то, что вам по нраву больше. Там скорость разворота и так далее и тому подобное. Я выбрал 10% к максимальной скорости, так как люблю часто занимать всякие нычки в начале боя. То есть прорваться, быстрее всех занять, засветить полкоманды противника. При этом наши артиллерии и ребята, которые сзади бодро и весело аннигилируют полкоманды. Ну и потом быстренько поменять позицию. Бывают такие случаи. Если я вижу, что вражеский сетап тяжелый, нету светляков, я именно таким и занимаюсь. Далее. Ну, здесь у заряжающего, соответственно, уменьшен круг сведения. То есть минус 10% максимальной погрешности и плюс 10% скорости прицеливания. Что касается командира. Командира я бы посоветовал взять все-таки вот Филиппа Хольцклау. Раньше, до патча большого, была такая командирша, вот эта вот бобенка, Сабрина Вашингтон. Она давала плюс 10% засвету. Сейчас она дает плюс 10% к скорости захвата базы. То есть они все поменяли и, соответственно, теперь у нас дает дальность засвета как раз таки Филипп Хольцклау. Я его не качал, потому что он был раньше командиром-артиллеристом. То есть у него там скорость сведения была, там какой-то там незаметный... Ну, в общем, на рту командир. По мне так было раньше. Вот. Сейчас его перки кардинально переработали, поэтому на данный момент для такой машины, как ЖАЛ-С, в целом этот командир довольно-таки неплох. Смотрите, что он дает. Плюс 10% к скорости прицеливания. Это только в плюс. Плюс 10% к характеристикам остальных членов экипажа. Тоже плюс. Плюс 20% к смене боеприпасов. Тут я, правда, еще не пробовал, но можно поиграться с этой штукой. То есть быстро менять на фугас и обратно на бронебойный. Может быть, сработает эта штука в плане на 20% перезарядку сократим. Но это такие копейки, что лучше не заморачиваться. Все-таки 5 секунд не подловить. Если брать ту же артиллерию, там, допустим, 20 секунд, 15 секунд перезарядки, там еще можно что-то выиграть. Здесь же такое. Далее. Плюс 10% к точности. Я бы все-таки взял твердую руку. Минус 10% к времени перезарядки. Я вот не знаю, работает ли этот скилл на этом танке. То есть, по-моему, они ввели такую штуку, что при автомате заряжания скорость перезарядки никак не влияет на скорость. Ну, соответственно, если у вас автомат заряжания, то никакие скиллы скорость перезарядки снизить не смогут. Так было на Т-72, так есть на Т-80. Сработает это, не сработает. Что называется, будем посмотреть. Потому что я еще этого командира не качал. Прокачаю. Отпишусь. Ну и, соответственно, последний скилл. Это плюс 10% к дальности обзора. По мне, так, командир, вот в данный момент, это просто идеал. Идеальный командир. То есть, у него и перезарядка, и дальность засвета, и можно взять точность. И плюс 10% ко всем характеристикам членов экипажа. Не знаю. Вот так вот они его отбалансили. Вот. Ну, что касается модулей. 85-мм пушечка, соответственно. Вот ее характеристики. И дальность обзора увеличивается на 10%. Прицел командира. ТП КОУ-2Б. И, соответственно, фильтровая... Ну, фильтровально-вентиляционная установка. Плюс 10% ко всем характеристикам экипажа. Что касается доп. модулей. Тут у меня все стандартно. Запчасти. Большая аптечка. И автоматический огнетушитель. Можно брать атакующий сетап. То есть взять батончик. Плюс 10. На один бой повышают характеристики всех членов экипажа. За исключением командирования на 10%. Энергетик. Все члены экипажа получают на 10% баф. То есть, как я понимаю, это там перезарядка, засвет и так далее и тому подобное. Ну, я еще не тестил. Надо будет, кстати, затестировать. Но, как по-видимому, на перезарядку это мало влияет. Поэтому, учитывая то, что они сделали с автоматом заряжания. Поэтому я не беру. Вот так вот. Ну, далее я вам покажу нарезку боев. Как данная машинка может тащить, может не тащить. В целом, конечно, повлиять на исход победы. Если команда слилась просто в ноль, мы не можем. Как бы вы не тащили. Порой даже просто боеприпасов не хватает. Кстати, далее в нарезке будет очень результативный бой. Самый результативный, который я смог добиться на этой машине. Просто бой, так скажем, получился. Тир. Как раз-таки под нашу машину. Набил я там, по-моему, 5600 урона. Что довольно-таки много. Учитывая, что у нас альфа 250. Там 300 урона. Это, ну, понимаете. Это, я, по-моему, отстрелял практически весь боекомплект. Осталось 10 снарядов. Вот. Получил полмиллиона игровой валюты и почти 6000 опыта. Вот такая вот машинка, ребят. Если вы игрок, так скажем, знающий. И даже если вы там по тем же картошкиным танкам World of Tanks и переходите только в данный проект, я думаю, вы быстро освоите эту машину. В том плане, что нужен определенный скилл, чтобы на ней играть. Ну, если вы в танчики играете, то совсем советую брать. Если вы начинающий игрок, то, конечно, брать ее не советую. Есть машины получше. Есть тот же Лав 150-90 с более высоким пробитием. То есть там легче выцеливать уязвимые места. За счет большего бронепробития там машина больше прощает. Или тот же АМХ-10П ПАК-90. Тут это вообще какая-то тоже мини-имба на своем уровне. Тоже требует скилла, конечно, но набить он может гораздо больше. И зарешать, кстати, тоже может в бою. Вот такой вот обзорчик, ребят. Всем спасибо. Далее последуют уже непосредственно бои. Парни-марк. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...